С первого по пятый стих Эти слова сегодня звучали во всех православных храмах. Апостол Павел говорит Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ни одно слово не является таким закрытым сегодня, как слово благодать. Везде его применяют. Любого можете спросить, никто не знает. Так принято. Но знает, что хорошо. Хорошо. Особенно это, когда люди измучаются на старом месте жительства, получат коммунальную квартиру, благодать. Все. И вода, и туалет теплые. Понять это у людей какое, что утробе моей сейчас будет легче и нигде холодный ветер поддувать не будет. А ведь практически это кощунство. Слово благо означает добро. И ни об одном слове так Господь не сказал в запретительной форме как о нем. Подошел один и говорит учитель благей. И Господь сразу и остановил. Никто не благ, только Бог. Это слово относится только к Богу. Кому Бог даст? Бог! И вот это слово я не хочу его извеснять, а просто пройти по Священному Писанию и посмотреть, что Дух Святой говорит. мне никто в упрех не скажет, что я выдумал о благодати по-своему. А я мог бы сказать, и испытывал благодать в жизни не раз. И сегодня с утра уже. Благодать? Господь услышал молитву. Батюшка вернулся живой, неповрежденный. Это действительно так. И далее он говорит, что за благодать, которая дана была македонским царквам. Ведь человек, не знающий Писания, никогда не поймет, что дал Бог этим царквам. Оказывается, умение щедро раскошелиться. А вот теперь давайте проверим, есть ли у меня это или нет. Как ты к отбору идет, так ты где? По полной ли катушке раскручиваешь или нет? Надо посмотреть, дана ли мне такая благодать? А что это благодать? Именно так апостол Павел говорит. Так что они убедительно просили принять сей дар и участие их в служении святым. Святыми он называет верующих в Иерусалиме, которые бедствовали, тогда социальной помощи не было, пенсии не назначали, ничего нет, не накопил, не о чем жить. И это участие в нужных святых, деньги, которые они собрали, накупили пшеницы, намололи, у них были свои запасы, и потом выдавали по нужде каждого. Есть ли у нас эта благодать? А теперь и посмотри, как я умею делиться. Не для сына, я знаю, для дочери своей ты все свалила туда. И квартиру продадут, отдадут, и сами, где попала, будут такая любовь безмерная, но это и не запрещается. Но здесь говорится о чем-то другом. Какая польза, если вы любите, Господь говорит, друзей, родных, то это язычники делают. Благодать, это дар Божий, смягчающий сердце, накорми врага твоего. Это на сколько ступеней выше? Он жаждет, напой его. Мало того, прими его. Не надо понимать, что напоил, и иди с Богом грейся, а ему жить негде. А вот ты допусти его. Конечно, если он подчиняется, смирился, условия-то тоже должны быть какие-то. Третья книга Езры, вторая глава, 32 стих. Господь говорит, благодать моя не схудевает. Запомните, если где-то подчеркнули один раз, иди второй раз туда. Я вот у человека был, и мне спонсорскую помощь оказали на этой неделе, в среду. Да неплохо оказали, на 8 с лишним тысяч. Вот о выводе сделали. А дальше печатать надо, а там речь идет сразу по 30 с лишним тысяч наворачивать. И говорит, иди опять к нему. Я взвесил все, нет. Я могу испортить, и на будущее время он меня будет обходить, и к себе уже не допустит. А я помаленьку черпаю там, на каждую книгу. А у Бога была благодать неосхудевающая. Я один раз получил, я еще сильнее стал просить, знаю, Господь, у тебя не уменьшится. Потому что тот, какой бы ни был богатый, а у него все равно уменьшается. Да и он не безразмерный, этот у него карман-то. Как один нищий получал, все время по золотому он давал. Он говорит, а ты богатый, мог бы дать и больше. Он говорит, а ты у меня не один. Вас ведь таких сколько? Бомжей, да разные, которые руки протягиваете. Будь благодарен за то, что я тебе даю. Чтобы узнать, что такое слово благодать, нужно ровно 150 мест в Библии прочитать про благодать. Столько раз оно упоминается. Я думаю, если 150 грани какого-то отдельного дела показать, уже представление будет неплохое. 150 раз посмотреть в историю мира, что бог говорит, что святые изрекали. Потом понятие благодати стало совершенно противно. Вот благодать какая в семье человек, один ушел в монастырь, в монашество и молится за всех. Слово Божие это не называет благодатью. Мы найдем, может быть, совершенно в обратном смысле. После стали понимать, вот храм построили, купол, благодать, а колокола-то какие, благодать, нигде про это благодать не написано. Может, оно и благодать для кого, кто обратится. Я хочу только сказать, что бог говорит о благодати. Если нам 150 мест недостаточно, при том безошибочных, неукорных, бог укорять не будет, я так, если буду понимать, как написано. Ну, тогда сами смотрите. Я никуда больше не хочу прилагать, прислонять это слово благодать. Примутрица Соломона 3.14 Говорится о людях, которые потерпели что-то в этой жизни, слепой, не видит, темный, не знает, куда идти, его жалеют. Раньше были такие люди, должники, не могли рассчитать, у них двое сыновей, обоих берут. Тогда никто не разговаривал, как сейчас, да это оскорбление личности, суды заседают, по одному слову можно судить, а тогда этого не было. В законной стороне того, кому должны. Все, он взял, что два сына, а оба маленькие, по 13 лет, кастрировать обоих. Я их в Евнухе продам. Все, наследников больше не будет. И эти люди, что терпели? Одно дело, что боль, второе дело, менялась вся биография жизни, биография целого рода. Но слово Божие говорит, блажен Евнух, ибо дастся ему особая благодать веры, и приятнейший жребий в храме Господа. Тогда будет там. Вот если мы терпим какие-то недостатки в теле, болезни, человек скорбит много, приятнейший жребий Бог готовит человеку в вечности, если ты будешь благодарен. Благодари Бога. Остановись на этом, что мне это дано слишком много. Правда, были Евнухи, которые были приближены к царю, и великую выгоду извлекали, из своей должности. Перед ними заискивали вельможи, министры, как перед распутенным Гришкой. Премудрый Соломон 4,15 и говорит, благодать и милость со святыми его. Вот с кем она пребывает. Чтобы обрести благодать, на ее наитие надо быть святым. А это уже понятно, что исполнять заповеди Божии. Быть ревностным, гореть огнем Духа Святого. Хорошо. Мы нашли одну тропинку к благодати. Премудрый Соломон 16,25 говорит, благодать, питающая всех. А если всех, значит, с нашей стороны что-то нужно. Мы прочитали впереди свято. Всех, независимо от нации, независимо ни от чего. А благодать, разве может у католиков быть? Написано, всех. Здесь не говорится, что он спасется, но в жизни-то солнце сходит и над глыми, и над добрыми, как мы считаем Деяниях Апостолов. И премудрость дальше Сирах говорит, 4,25. Есть стыд, когда человек стыдится, что он верующий, смертельный для него. И есть стыд, слава и благодать. Вот написано, что Господь сошел на землю. Это благодать. Даром Бог дал нам Сына Своего. А в одном месте Библии написано благодать на благодать. Что это? Непонятно. И вдруг я считаю в 8-м томе творения святого Иоанна Златоуста. Он говорит, благодать первая, это Моисеев закон. Люди-то слепые. Это мы привыкли. У нас закон, государство, зеленый, красный свет. Можем куда-то обратиться. Свет внезапно дали энергию, больше пожгли какую-то технику, холодильник. И люди судятся и сейчас высуживают кое-кто. Это означает, что Господь дает благодать власти. И здесь благодать Моисеева закона. На нее пришла благодать евангельского закона, Златоуста говорит. И слово благодать на благодать только дважды встречается. Дважды. А второй раз я когда скажу, сестры глаза сразу опустят. Какую счастье вам оказывает Дух Святой. Есть стыд и слава. То есть быть надо стыдливым, бояться сделать какой-нибудь грех, стыдить блуда перед родителями, говорится, стыдить кражи перед друзьями, стыдить лжесвидетельства перед ближними. Вот стыд, это есть благодать. Благодать. Есть или у человека бессовестно, ему плюют в глаза, а он говорит Божья роса. Сирахова 26.18. Благодать на благодать, запомните, второе место. Там благодать на благодать закон Христа евангельский. И второй раз благодать на благодать жена стыдливая. Непослушная. Послушных много, а еще и стыдливая. А теперь подумайте сами, матери, как вы с дочерями обращались, как с мужьями. И часто первые уроки неблаговидных поступков получают от родителей. Я знаю, родители, написано в Греции, мальчики никогда не мылись с отцами. Находились воспитатели, которые мыли. Мать не должны видеть раздетую дочери. Вот оно где заложено было уже. Это мы из истории узнаем. Благодать на благодать жена стыдливая. То есть ни одного слова за всю жизнь вопреки она не скажет. Она кротко опустит глаза и помолится. Благодать на благодать. Ведь у многих мужей жизнь намного короче и женской, еще и по причине женщины, что не было этой благодати. Дерзко разговаривали, поносили, непослушание оказывали. И от этой ранимости люди ударялись в пьянку, домой боялись идти. Это все проходили мы в истории мира. Сирахов 37, 23-24. Виной ухищряется в речах. То есть умеет сказать все. А бывает ненавистен, ибо не дана ему благодать от Господа. И он лишен всякой мудрости. Выступает, говорит, и я знаю, депутат, избирает Государственную Думу, я твердо могу сказать, у него нет благодати, приятности. Потому что всюду сквозит скользкость, обман. Благодать, когда человек слушает, а я об этом думал, теперь я получил ответ. Он как плечом в сердце ко мне вошел. Он говорит много, а благодать не дана. Чтобы слово принималось, это особая благодать, особая харизма, так скажем. Поэтому, кто говорит вам Слово Божие, надо молиться. И чтобы на священнике была благодать не только по рукоположению, а по его ревности. Благодать стяжается. Вот о чем Серафим Саровский и говорит. Стяжание Духа Святого, то есть стяжание благодати Духа Святого. Дух Святой нигде не виден, но проявляется в действиях своих. Бытие 6, глава 8 стих, говорит, когда весь мир развратился, земля развратилась. Как земля? Златоуст говорит, Бог иегова называет людей землею. Из земли ты взят. Земля развратилась, это люди. Он даже имя не дает Бог, а говорит земля. А сегодня, да какие это люди, это грязь. Вот это и есть земля, размоченная в воде, и получилась грязь. И Ной обрел благодать у Бога и был спасен. Обрести благодать у Бога среди приговоренных к смерти получить особый вызов отойти в сторону. Книга Эсквир, 5 глава, 2 стих, это повесть о том, как злой человек Аман составил план уничтожения всего еврейского народа и как Бог разрушил его через женщину, которая была царицей в это время. Царю нельзя было заходить без разрешения. Кто в отбор внутренний зайдет, а дальше его уже резиденция. Кто бы он ни был, он должен быть умершлен. Она хочет пойти, он ее не вызывал, она боится сказать. Она уже вдумала план и тогда решилась пойду нарушу. И когда пристала при дочери, он как глянул, она испугалась и в обморок упала. Но если только царь брал свой жезл, скипетр, протягивал на того человека, тот оставался жив. И он сразу жезл протянул. И говорит, что же ты так испугалась? Это любимая жена его. Она говорит, я посмотрела на тебя и вот лицо твое было исполнено благодати. Языческий царь, император, всемирная империя перед ним. И оказывается, здесь может быть благодать. Мы можем благодать найти совершенно в неожиданном месте. Я считаю, тут по благодати Бог дал место для молитвы. Эта благодать изошла от мэра города, от прокурора края. Если мы видим здесь, она увидела благодать на лице правителя, на совести которого может сотни тысяч убиенных врагов. Салмопевец Давид в 83-м в 10-м стихе говорит так, Господь дает славу и благодать ходящим в непорочности и не лишает благ. Там святость, а тут непорочность. Похоже. Дает благодать. Еще охватили премудрый Соломон в 18-23. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Опять о женщине. Там даже благодать на благодать. Я повторяю, вторая благодать, первая говорит о Христе, но это-то сказано на сотни лет раньше. Вот к чему надо стремиться. Чтобы сыновья получили хороших жен, чтобы это было по благодати. Премудрый Экклесиас 10-12 говорит так, слова из уст мудрого благодать. И смотрели на Христа, когда говорили, и видели, благодать из уст его идет. Он говорит, исполнилось прорещенное пророками. И все пророчества исполнились. Израиль будет свободен. Он дал понятие о духовной свободе. Захария 4-7. Пророчества о Иерусалиме будут восклицать город Иерусалим, благословенный у Господа, благодать на нем. Все будут народу восклицать благодать на нем. Как она скажет, когда наша община будет известна более широко. Скажет ли, что на нас пребывает благодать? И вообще, о православии сегодня ведь даже с натяжкой нельзя сказать, что благодать пребывает на них. Подсиживание друг с другом. Вы видите, как события развиваются. самые честные люди, которые называют никогда не избирают священников, мы знаем. А доктора Гааза, католика, по сегодняшний день помнят. Он католиком так и умер. Вот Александр Нежин привез эту большую книгу, он на нем все материалы собрал. Народный доктор, он последнюю шубу отдавал, все положил для русских людей. Облегчение в участии заключенных. Захария 12-10. Он изольет дух благодати и умиления. Значит, благодать и умиление. Умиление это слезы на молитве, тепло на душе. Дай, Господи, благодать молитвенную, чтобы не просто отстоять, а радоваться. Считаем Евангелие от Иоанна 11-16. И от полноты его, от Христовой, мы приняли благодать на благодать. Деяние 8-33. Будьте внимательны, эту благодать нам нужно усилиями приобретать. Апостолы с великим, с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа и великая благодать была на всех их. Наши братья пытаются эту благодать привлечь, ходя по городу, раздавая, и это вызывает ярость противника. Вот сейчас пожаловали, что там на меня жалоба от епископа местного. Это благодать. Не случайно англичане говорят, у них поговорка, если дело не терпит сопротивление, оно не устоит. И у святых было, если мы что-то делаем добро, никакого искушения нет, Богу это неприятно. Нужно, чтобы крепко качало. У нас начинает качать. Благословен Господь. Усильте молитву о местном епископе. Он нам благодать дает. Если мы достойны, это все будем переносить. Идеяне 11.23. Апостол Варнава, прибыв и увидев, увидев, как люди обращаются к Господу, возрадовав с той благодати, которая им дана. Речь опять идет о проповеди, о свидетельстве. И люди, которые прятались, уходили, не проповедовали, это убегали от благодати, которую Бог дал. И как благодать эту получить? Да выходи сейчас, начинай свидетельствовать и проси благодати, чтобы слова были приняты. Деяние 13.43. И мы посмотрели, как у них там люди обратились и убеждали их пребывать в благодати Божьей. Вот как вы уверовали, как хорошо. Пребывайте в этой благодати, где бы мы ни были, куда бы нас ни тащили, пребывайте в благодати, можно и в плену быть благодатным. Деяние 15.40. Апостолы все осмотрели, побыли, их благословили и, говорит, были поручены благодати Божией. Вот часто говорят, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение, то есть причастие Духа Святого добудется вами. Это слово часто говорится. Понять надо, что такое благодать. Благодать дар Божий. И он проявляется в смирении, в святости, в праведности. Деяние 18.27. Он, придя туда, Аполос, недавно только обратился и много, содействовал в Антиохии, находящемся благодатью слова. Был очень красноречивый, места Писания запоминал, точно истолковал и содействовал благодатью. Спросите этой милости, изучайте Священное Писание, прямой доступ к благодати. Вот сколько мы считаем и все от проповеди. Идеяние 20.23. И проповедовали Евангелие благодати Божией. Прямо. Что значит? Даром Бог дает спасение. Христос умер за нас. Его причистая кровь пролита даром, не за деньги, не за то, что я залезу под землю или поднимусь на вершину горы. Даром по благодати. Апостол Яков, 4 глава 6 стих, говорит, Бог гордым противится от смиренной, но и благодать. Значит, благодать больше всего отгоняет, как бим пчел. Это гордость. А что ты меня учишь? А без тебя я не знаю. Но мы сами это проходили. А смиренным дает благодать. Вот та смиренная, стыдливая жена, покорный мужу. Благодать на благодать. 1 Петра 4.10. Есть многоразличная благодать Божия. Ну и дальше говорит, где? Когда мы в общении помогаем друг другу, творим добрые дела. 2 Петра 3.18. Возрастайте в благодати Божией. Получили? Есть ли это возможность жертвовать? Умножь это. Достань еще что-то где-то, еще пожертвуй. Люди, которые участвовали вот здесь, на чьих коврах стоим, этого человека нет. Я вам давал задание найти ее. Попытайтесь умягчить ее сердце. Она делала для Господа, много сделал здесь, а ее нет. Сатане это было неугодно, что душа продвигалась вперед. Она себя не смиряла. Помогите ей обрести эту благодать. Послание к римлянам, 6 глава, 15 стих. Апостол Павел говорит так, что мы находимся не под законом, а под благодатью. Великая благодать, дарована нам во Христе Иисусе. И римлянам 11.6. Это единственный стих, я нашел в Библии. Четыре раза слово благодать в одном стихе говорится. Итак, если по благодати, то не по делам, ибо тогда благодать уже не есть благодать. Благодать я совершенно даром, даже совершенно ничего не делал, как разбойник получил благодать войти в рай. А какие мы были? А что мы сделали? Уверовали, приняли Христа, приняли крещение, и мы спасены. Мы названы святыми. 1 Коринфянам 3.10. Он говорит так, что по благодати, которые дал Господь апостолу Павлу, я положил доброе основание веру в Иисуса Христа. О чем говорить я не знаю. Ну расскажи людям, чтобы Христос их любит. Пока тебе достаточно. Ты уже основание положила. И 2 Коринфянам 12.9. чтобы мы всегда доверялись милости Божией, которая дарована нам, чтобы дали и принесли и другим. И вся Библия заканчивается Откровением книгой, 22 главой, 21 стихом. Последний стих Библии говорит так, 22-21. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Аминь.